Как устроен поезд и что следует предпринять при оказании первой медицинской помощи? Ответы на эти вопросы знает таверна не каждый, а вот студенты марийских вузов на них ответят точно. Более 60 девушек и молодых людей этим летом будут работать проводниками при Санкт-Петербургском железнодорожном депо. Из них 25 человек уже выехали к месту непосредственной работы. Заблаговременно, сдав профильный экзамен, они получили удостоверение проводников и прошли необходимый медосмотр. Планируется, что студенты-проводники будут работать на линиях южных направлений 2,5 месяца. Двое суток туда, столько же обратно. Зарплата достойная, больше, чем вся стипендия за учебный год. Заработная плата за сезон, при условии, что выходных не так много, то до 70 тысяч составляет. То есть 2,5 месяца до 70 тысяч. То есть сейчас они приедут, будут стажироваться в течение недели, а затем они уже в самостоятельный рейс отправляются. Я с самого первого курса езжу. Мне кажется, это интересно, это весело. Это новые знакомства, новые друзья, новые места, города, впечатления новые. Работа очень естественная, конечно. Нужно уметь применять свои знания. Бывают разные внештатные ситуации. Но нам приходится выкручиваться. Отмечу, что работа в студотрядах засчитывается его участниками как производственная практика. При этом стоит помнить, что она формирует лидерские качества, умения и навыки работать в команде, отвечать за собственные поступки. Кроме того, это и дополнительный доход, и школа жизни. Субтитры создавал DimaTorzok